14 апреля в манеже спорткомплекса «Красная звезда» прошел седьмой турнир по ММА промоушена «Шлеменко файтинг чемпионшип». Мы с своей стороны, как правительство Омской области, участвуем в организации мероприятий и дальше будем способствовать, чтобы таких мероприятий было больше. Желаю всем хорошего вечера, а спортсменам энергии, силы, ну и главное, просто здоровья побольше и не получайте травм. Дорогие друзья, рад вас видеть опять. Спасибо вам большое, что остаетесь с нами. Хотелось также поблагодарить наших партнеров, компанию «Газпромнефть», правительство Омской области, в лице Виталия Павловича. И я думаю, нас ждут еще большие турниры, большие изменения, которые мы совместно с вами сделаем в нашем регионе. Поэтому всем спасибо, всем здоровья, вместе мы сила! В октагоне состоялось 12 поединков. В главном бою спортсмен команды «Шторм» Шлеменко «Файт Тим», а мяч Александр Осидоров сразился с бразильцем Джексоном Лаурейро. В яркой трехраундовой схватке спортсмены блеснули ударными сериями. По итогам, раздельным решением судьи отдали преимущество южноамериканскому бойцу. Джексон Лаурейро одерживает победу над Александром Осидоровым. В соглавном бою дрались тяжеловесы, и победитель определился на второй минуте поединка. А мяч Александр Подмарев перевел бразильца Флавио Родриго Магона в партер и провел добивание. На самом деле волнительно стало. Я почувствовал, насколько сильно он бьет. И просто понимал, что этот размен может закончиться как в его пользу, так и в мою. Поэтому решил более действенный способ выбрать, перевести его и там уже отработать. Досрочными победами завершились два поединка основного карда. Ромеш Морозов из Старой Руссы болевым приемом на руку выиграл у новосибирца Александр Матросова. А мяч Станислав Набаян из команды Шторм Шлеменко Файт Тим финишировал спортсмена из Египта Ахмеда Усама Агиба. Вся моя команда, весь мой тренерский состав. Мы изучаем соперника, готовимся под него, какие-то определенные заготовки делаем, чтобы, так скажем, удивить соперника. И я слушал, что мне говорили мои тренеры Андрей Корешков и Алексей Грицко, что можно подняться, чуть выпрямиться, подобивать соперника. Подхват получился, так скажем, на движении, я просто поймал соперника. А дальше я уже просто слушал указания своего угла и получилось досрочно победить. В большинстве предварительных поединков вверх взяли бойцы команды Шторм. Отметим победу о мяча Романа Аракеляна над Никитой Кожевиным из Челябинска и два триумфа новосибирских спортсменов. Андрей Пуляев выиграл к душающим приемам, а Анна Ермакова в своем дебютном поединке в СФСИ одержала победу техническим нокаутом над москвичкой Ириной Чернышовой. Меня главное, что порадовало, я четко знала, что мне делать. Всегда у меня не было никакой ни паники, никаких переживаний в бою. Каждая позиция, я знала, как мне из нее работать. Поддержка омских болельщиков просто великолепная. Трибуны, фанатский сектор. Ребята все, каждый, кто пришел сегодня, кто фотографировался, там стоял со мной. Всем большое спасибо. Восьмой турнир промоушена Шлеменко Fighting Championship будет еще более сильным по составу участников. Пройдет в июле на G-Drive арене. Будут драться очень тлованные бойцы. Главный бой вечер – это Александр Шлеменко с Алексом Оливейро. Это очень серьезный бой, это очень высокий уровень. Это бой, достойный самых крутых организаций мировых. А мячи смогут прийти на G-Drive арену, увидеть ли это вживую. Напомним, что свой ближайший поединок Александр Шлеменко проведет 21 апреля в Москве. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!